МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А зараз об этом и иншим больше подробно. Выники внешнеэкономичной идейности, развитие относительно с евразийским и европейским союзами, а так само график международных состреж кировника державы. Президент Беларуси сегодня принял с докладом министра замежных справ нашей краины Владимира Макея. Александр Лукашенко нагадал, что приоритетом номер один застаётся экономика, а ее основа – это экспорт. Миновата с акцентом на экспорт повинна развиваться внешнеэкономичная дейность. Как доложил Владимир Макею, в первом поугодии означается позитивный тренд. Экспорт додал омаль 20%. Если касаться нашей внешней политики, у нас тут более-менее стабильная ситуация. Что касается вообще внешнеполитических приоритетов, они определены, нравятся они кому-то или нет. Многовекторность внешней политики исходит из нашего места в мире, определенного Господом Богом, и от этого никуда не денешься. Я уже говорил о том, что экономика – это приоритет номер один, и если чего-то бояться, то надо бояться и дрожать за экономику, чтобы она развивалась как следует. Ну а экспорт – это основа нашей экономики. У нас экспортоориентированное государство, поэтому внешнеэкономическая деятельность наша с акцентом на экспорт – как здесь у нас ситуация. По внешнеэкономической деятельности, да, есть определенные позитивные нюансы. За полугодие, первое полугодие этого года экспорт вырос почти на 20%, 19,4%. Наблюдается рост высокотехнологичных товаров, идет рост на всех рынках, в зависимости от рынка, там от 4% до почти 30%. Это положительные моменты. Очень активно развивается внешнеэкономическая деятельность с Китаем. У нас здесь рост на 37%. Пошла сельскохозяйственная продукция. Разом с тем, долю высокотехнологичной продукции в экспорте ясше треба будзе нарощвать. Пакуль гэты пакашек не перевышает 2,5%. Не отрымливается пакуль досягнуть и диверсификации экспорту по формуле 30-30-30 у ровных долях на рынке ЕАЭС, ЕС и краин далекой дуги. А мерковали и будущая международная сустреша керувника державы. Як означает, что у министра замежных справ до конца года график будзе активным. Акробя замежных визитов, а найближайший у середине вересня в Аузбекистан, высоких гостей чекают и у Минску. Белорусская столица приме и шерах масштабных международных мероприемств, таких як конференция АБСЕ, продухеление и боротьба с терроризмом в личную эпоху и сустреша основной группы Мюнхенской конференции по беспеце. Протягиваем выпуск. Сегодня отбылася посочарговая сессия Гомельского районного совета депутатов. На парадку дня зацветження на посаду старшини Гомельского районного выконавчика комитета Алены Алексиной. Яна Урадженка Будокошалевского района скончила Белорусский институт инженеров чегуношного транспорта и академию керувания при президенте Республики Беларусь. 29 годов отпрацавала уродным Будокошалевским районе. 15 из их в органах социальной обороны. Три годы Алена Алексина заявлялася наместником старшини Будокошалевского райвыконкама. А с 2007-го старшиней районного совета депутатов. Алена Алексина стала четвертой у Гомельской области и в целом у Беларуси Жаншиной старшиней районного выконавчика комитета. Сегодня не стану делать громких заявлений и озвучивать какие-то лозунговые обещания. Могу сказать лишь одно. Закатаю рукава и стану напряженно работать вместе с командой руководителей, предприятий, депутатов и, конечно, населения. Глава государства, согласовывая на данную должность, обозначил приоритеты и расставил акценты. Это дисциплина, это экономика, это уровень и качество жизни людей, и это развитие территории, развитие района. Над этим и предстоит нам вместе с вами достаточно серьезно работать. В последние годы Гомельский район стал рынка сдавать свои позиции. Поэтому, уважаемые депутаты, уважаемые руководители предприятий, просто задумайтесь те, которые сегодня здесь работают, и сделайте так, чтобы этот район с первых дней прихода сюда нового руководителя быстро стал набирать свои обороты. Я еще раз хочу, уважаемые друзья, вас настроить на работу. Ну, а новому руководителю хочу пожелать, чтобы хватило сил, здоровья, для того, чтобы этот район приобрел прежний свой облик. Льнозаводы Гомельской области протягивают уборку и перепроцовку лену. Вынеку протяглой засухи, все леточастка урожаю довольно мощно потерпела. Алина Рыхтованага повинна хапить для работы предприемства, як минимум, до наступного лета. Олег Сентюров потекаюся станом справ на кармянском предприемстве. Палетки кармянского льнозавода в этом году находятся в четырех районах. Непосредственно к кармянским, а так само Чачевским, Рогачевским и Реческим. Льон – культура потребовальная и до состава хлеба, и до захования технологичной дисциплины. После сбора урожаю вернуться на этой палетки можно минимум раз в пять годов. И еще один фактор, який оказывает значную укрытую на урожайность на дворе, все это оказалось не самым спрояльным, а саблево до ранних посевов. Надежда есть у нас еще, как говорится, у нас 900 гектар для уборки посевов, которые были посеяны в конец апреля, в начале мая. Надеемся на лучшее. Будем стремиться убрать их вовремя в течение двух недель и позволить нам погодные условия. По культу на Кармянском льнозаводе нарктовали каля 3000 тонн льонного урожаю. Кончатковая личба повинна быть удвоя большей. Головно теперь по-господарски выкрасить эти объемы. В минулом году это не отремалось, увы, ни куча год значная часть выроченного, довольно высокого урожаю, просто загинула. Ситуация тем больше неприемная, что пять годов тому у Карме провели модернизацию в творчестве и почали прозвать по сучастных технологиях. Все это есть макшимость, следующие помылки не повторить. Вот это практически готовая продукция Кармянского льнозавода, так званая кулитка с длинного льного волокна. Вот им их я сейчас спрессують у специальной тюки и отгрузить на Аршанский льнокомбинат. Там с галену вырабить тканину. Продукцию, вырабленную на Аршанском комбинате с мясового льону, у Карме доброведують. На льнозаводе она навод покористовывается в якости подарунка у работникам до державных свят и особистых юбилеев. Узнагороджують тут увогу ли есть кого? Зараз предприемство працует учат и размены без выходных. При этом тут не только вырабляют льноволокно, но и освоили выпуск брекетов страсты отходов в творчестве. Это достаточно новый вид биопалева, который позволяет отремливать теплоэнергию при минимальных выдатках. Но вот при том, что сегодня урожай дёхну меньше неточника, я его копить, чтобы задоволить все заявки. Брекеты, особенно когда топительный сезон начинается, мы уже подумаем устанавливать второй пресс, потому что все заявки обеспечить одним прессом мы уже не можем. Олег Сентяров, Евген Макеенко, Телерадо, компания «Гомель». Супрацовники Следующего комитета рыхтуются сустреть на наступном тыдне свое профессийное свято. Правда, пакульг эти приготовления не выходят за рамки, извычайной штудённой працы. Наши корреспонденты наведали Светлагорский районный отдел. Непрыкметный будинок у одним со Светлагорских микрорайонов. Неколи у им находились коммунальные службы. Те перуси два поверхи займая районный отдел Следующего комитета. Работа тут не спыняется ни на хвилину. Оперативники, супрацовники у чёрной форме, забовесковой сброей за всё да готовы выехать на место злочинства. Хоть у вугуля работа Следующего – это не погоня и перострелки, а кропотливая праца над складанием документов. Необходно переконавча доказать вину злочинцы, цена дворот – оборонить невиноватого человека. Следующий приходится работать в процессе доказывания и с большим объёмом информации анализировать эту информацию, уметь её применить. Поэтому, мне кажется, что основное качество следователя, которое он должен быть, это умение быстро анализировать информацию. С 90-х до, например, на середине 2000-х Светлагорск лечился одним из самых криминайенных городов Беларуси. Причина одна – колькость наркозалежных вылешалась сотнями. У гэтым годзе фактов расповсюживания наркотиков не зарегистрована. Хоть адзины и выпадки уживания наркотичных решеву сустракаются. Але ця первого следчих сконцентрована уже на інших тяжких злочинствах. Сарод наибольш резонансных – двойной забойства на Новый год. Доказать вину 50-годового мужчины, який ножом забил родного брата и сябровку, было непросто. Он неоднократно менял показания по поводу произошедшего. Но следствием были полностью установлены обстоятельства, которые имели место в новогоднюю ночь, что позволило в последующем направить уголовное дело в суд. Данный гражданин был осужден по жизненному лишению свободы. Эффективность деятельности следчих комитету оценивается по розных показчиках. От суммы, вернутых у бюджет-сродков, до своей часовости разгляду справ. Коли мерковать по тем факте, что Светлогорский районный отдел два годы за парз является переможцем в областном споборнистве, тут ведут, как необходимо працовать. Хоть только службовыми обовязками не обмяжовываются. В 2010 году в 6-й Светлогорской средней школе створили первый в районе специальный класс для детей с порушениями опорно-рухальных функций. Наставники кажут, что это дети – гонор научальной установы. И они и в предметных олимпиадах перемагают, и в творческих конкурсах принимают активный отдел. По часу последнего прохода у класс шефа, у супрационников следчего комитета, размовы идут об организации экскурсий. С допомогой районного отдела школьники уже наведали широк музеев Минска и Гомеля. Зараз им пропоновано выбрать наступный объект. Они при своей такой трудной работе всегда находят время, чтобы прийти к нам в гости и не только поздравить с каким-нибудь праздником, но также приходят на наши классные часы и рассказывают о своей такой важной профессии, как следователь. И нам с ними очень интересно. И мы благодарны им за это. Олег Шинсюров, Ольга Коновалова, Евген Макенка, телерадо «Компания Гомель» со Светлогорска. Про особливости работы следчих. Завтра поди размова у программе «Диалог». Гостем студии станет наместник начальника управления Следчика комитета Республики Беларусь по Гомельской области Александр Гуцко. Глядите «Диалог» у программы эфиры на телеканале «Беларусь 4» у 19.01.20. Номер телефона у студии – 340-043. Номер вайбера – 340-043-3. У картинной галереи Гаврила Вашенки зараз можно убачить одразу два цикавые выставочные проекты. Первые поверх установы отведены под дипломные работы выпускников Гомельского державного мостатского колледжа. На другом разместились творы удельников и переможцев областного конкурса творчества молодых мостаков про движение. Вероника Ворошилина, Володая под обязанностями. Для картинной галереи Гаврила Вашенки в этот теплый Веросневский день по саблевому шматлюдно. Мероприемство объеднало эксаправдных знавцев традиционного выявленного мостатства, так и аматоров новаторских идей. У вазе присутных одразу два неподобные, однако по-своему оригинальные и притягальные выставочные проекты. Один из них включил дипломные работы селетних выпускников Гомельского державного мостатского колледжа. На живописных полотнах багатти фарба, разностаенность техник и широкий спектр эмоций. У дизайнерских объектах творчая молодь подспробовала показать свое ставление до актуальных питаний и проблем новокольного сяродя. У творах декоративно-прикладного мостатства в особленные белорусские национальные традиции, а для устрова на развитие рамества и промыслов сдавнены до сучасности. Выставы «Дипломник-2018» дозволить наведвальникам просочить пачаток творчого шляху молодых мостаков, а чуть прыгажостих унутренного свету. Об этом вы можете судить, посмотрев саму выставку, что каждый человек – это не исполнитель, как некоторые думают, что после колледжа только исполнители бывают. Это уже самые настоящие композиторы, которые проработали идею, прочувствовали ее и довели от начала до конца, от идеи до выполнения работы и показали, что они научились за 4 года, обучаясь в колледже. Другий поверх картинной галереи Горейла Вашенки зараз заняла выстава лепших работ у дельников и упероможцев областного конкурса молодых мостаков «Продвижение». Творшесть поборництва проводилась у культурной установы в супрацовництве с Головным управлением и до логичной работы культуры и по справах молоди Гомельского «Аблвыконкама». Основная его мыта – открытие молодых талентов в возрасте от 16 до 30 годов, которые мают все отримливать адукацию в галене выявленного мастерства або жадают стать профессийными мастерами. В конкурсе приняли удел 64 ауторы из разных кутков Гомельской области. Переможцами стали 4. На открытии выставы они отримали призы от организаторов. Мы вручили сегодня ребятам сертификаты. Они смогут приобрести кисти, мальберты, любой художественный материал, который им необходим в творческом процессе. Ну и, конечно, работы, которые представлены сегодня ребят-победителей, войдут в фонды нашей галереи. Молодежь сможет познакомиться со многими творческими работами, но лучшие работы останутся сегодня у нас. Поэтому в добрый путь молодым, творческим и талантливым. Нагадаем, что сейчас у Гомеля объявлены конкурс «Ава Айчина» памяти народного мастака Республики Беларусь Гавриила Вашченки. Уделы могут принять ауторы из усёй Гомельской области, которые имеют профессийную мастерскую адукацию. Для этого необходимо доставить в картинную галерею свои живописные и графические работы. У взрослых обмежеваний у Няма одинная умова творы должны быть выполнены в 2018 году. Конкурсные работы принимаются до другого «Снежного Ключна». Больше подробную информацию можно доведаться на официальном сайте установы. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадио «Компания Гомель». Организаторы «Сорского карагода» ввестили дату и место урочистого початку фестиваля. Форум открыется 14 вересня у 21 на Центральном стадионе. Гостями свято станут академичный ансамбль танца Беларуси, национальный хор имя Цитовича, пісняры и артисты Великого театра, оперы и балета Беларуси. Основной темой церемонии станет час. Механичные, песочные, солнечные, вогненные годинники будут фигуровать на протягу усягодейства. Это иные новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. Далее в эфиры «Дефакта» и «Спортивный агляд» я с вами развитываюся. Дякую за увагу и до встречи эфира. Дефакта продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. И снова, как в лихих 90-х, бывшего бойца Банды Морозова, которая некогда была самой крупной преступной группировкой региона и более 10 лет совершала жестокие преступления, задержали за вымогательство в Гомеле. В свое время он был приговорен к 11 годам лишения свободы. В 2012-м вышел досрочно. В этот раз мужчина попался на том, что помогал знакомому бизнесмену выбивать деньги из должника, причем достаточно жестокими методами. Однако с самого начала за всем внимательно следили оперативники. В момент, когда бандит начал угрожать бизнесмену оружием, группа захвата провела задержание. На встрече предпринимателя проводилась под контролем сотрудников ГУБОП, в результате которой вымогатель был задержан. У него был изъят пневматический пистолет, который является точной копией пистолета Макарова. Сейчас возбуждено уголовное дело. Если вину признают, бывший Морозовец может получить до 15 лет лишения свободы. Два угона, две попытки угона и кража магнитолы. В одном из микрорайонов Гумеля за один день сразу пять машин пострадали от автоворов. К слову, свой выбор преступники останавливали на продукции советского автопрома «Жигули 6», «1» и «7» моделей. Подозреваемых установили благодаря совместной работе оперативников и экспертов. Последние смогли найти немало следов, которые оставили злоумышленники. В ходе осмотра места происшествия, при обработке доксилоскопическими порошками автомобилей на одном из них был выявлен наиболее информативный след ладони руки, который в течение дежурных суток был направлен в управление Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области для проведения сравнительного исследования с базой данных Одисдакта 2000, в результате чего было установлено совпадение. В настоящий момент подозреваемые задержаны. Ими оказались 23-летний неработающий житель поселка Пионер Гомельского района, а также судимый ранее за кражу 17-летний житель Агрогородка Урицкая. Почти две сотни нарушителей белорусской границы задержали в Лерическом районе. Выдворять их из страны пришлось с помощью кнута. Как оказалось, проигнорировало таможенное оформление стада коров и 16-летний пастух из деревни Познань Ровенской области. После соблюдения необходимых формальностей нарушителей животных передали украинской стороне. Это, кстати, уже третий подобный случай с начала года на этом участке границы. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Мини-футбольный сезон стартовал, первый трофей разыгран. Суперкубок Беларуси впервые выиграл Витэн. Обладатель Кубка страны обыграл чемпиона Литсельмаш 3-2. А гомельская команда ВРЗ завершила подготовку к стартующему в ближайшую субботу чемпионату товарищеским матчем с Нинкашевичским гранитом. С первых минут поединка подопечные Анатолия Яновского начали оказывать давление на соперника. Уже на пятой минуте отличился Евгений Рогачев. Не прошло и минуты, как счет на табло был удвоен. На этот раз голкипера гранита огорчил Дмитрий Рябцев. Комфортные 2-0 на табло продержались недолго. Гости один мяч отквитали. Во втором тайме зрители увидели равное количество голов от команд. Итоговый счет 4-3. Евгений Рогачев оформил хит-трик. И что примечательно, в каждом голевом эпизоде ассистентом выступил Евгений Клочко. По предсезонным играм можно судить, что команда неплохо готова к новому сезону. Однако расслабляться не стоит. В официальных встречах будет уже совсем другая игра. Стартует чемпионат, напомним, в эти выходные. В Гомеле будет очень жарко. Болельщиков ожидает дерби. ВРЗ против БЧ. Ну что проделали нелегкий путь, это да, много работали. То, что тренер в товарищских играх обыгрывали, это хорошо, конечно, но это ничего не значит. Сейчас сезон, когда начнется, тогда и будет видно наш результат работы нашей. Но уже в эту субботу начнется чемпионат, который первый тур, который дерби, с БЧ. Это очень принципиальный соперник. В первой лиге футбольного чемпионата Беларуси сыгран 20-й тур. Из представителей нашего региона очков набрать не смог только ЮАЗ. Житковическая команда проиграла дома Лидия 1-2. Светлогорский химик крупно обыграл Слоним 2017 3-0. Славия и вовсе учинила разгром Сморгонии. Мазыряне победили 6-0. Гомельский локомотив 20-й тур пропускал. Концовка чемпионата в первой лиге обещает быть интересной. Пока на две путевки в элиту претендуют три команды, в том числе и Славия. Локомотив турнирной таблицы на восьмом месте. Сразу за железнодорожниками располагается Химик. ЮАЗ на 11-й позиции. Завтра двумя поединками стартует чемпионат Беларуси по хоккею в дивизионе А экстралиги. Хоккейный клуб Гомель на Чижовко-арене в Минске сыграет с белорусской молодежкой У-20. Жлобинский металлург отправится в Молодечно. С Толиваром предстоит поединок с местным «Динамо». А в Гомеле завтра гонбольный вечер. Женская команда гонбольного клуба «Гомель» проведет первый домашний поединок чемпионата Беларуси. В гости к подопечным Тома же Чаттера приедет Берестия. Игра пройдет на арене Дворца игровых видов спорта. Начало в 18.00. Напомню, что «Гомель» стартовал в национальном чемпионате с победы. Обыгран дубль столичного БНТУ. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.